Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии для вас работают Сергей Уланов и Айнура Дусумова. И вот, что вы увидите в первой части выпуска. В казахстанских колониях для несовершеннолетних почти не осталось мест. Рост подростковой преступности наблюдается в нескольких регионах. В Казахстане около 15 тысяч детей никак не дождутся алиментов от своих родителей. Должников предложили лишать водительских прав. Граждане Узбекистана, пострадавшие на трассе Актубе-Уральск, выехали на работу в Москву. В Казахстане растет количество преступлений, совершенных подростками. Об этом стало известно на брифинге в Астане. Картина подростковой преступности неутешительна. Полицейские рапортуют о том, что в колониях для несовершеннолетних мест почти не осталось. За год подростками совершено более 900 преступлений, в том числе 9 убийств. 10 преступлений с нанесением тяжких телесных повреждений, 23 разбоя. В ряде регионов подростковая преступность выросла. Американские блокбастеры с крутыми гангстерами, романтизация криминальной жизни, безработица среди молодежи делают свое дело. Уровень преступности среди малолетних растет. Специалисты уверены, что судить малолетних воришек, драчунов и воров нужно гуманно, посредством ювенальной юстиции, чтобы у них был шанс исправиться, а не превратиться в озлобленных матерых рецидивистов. К слову, сейчас перечень дел для ювенальных судов несколько расширен. С вовлечением несовершеннолетних также в изготовлении продукции эротического содержания. То есть вот эти категории дел также переданы ювенальным судам. Представляется, что увеличение количества дел подсудных ювенальным судам в рамках развития ювенальной юстиции будет способствовать более качественному рассмотрению дел с участием несовершеннолетних. Более трети несовершеннолетних правонарушителей – ученики школ, лицеев и гимназий. Многие подростки могут поспорить в жестокости со взрослыми бандитами. Но чаще всего отроки воруют, отбирают у сверстников мобильные телефоны и деньги, угоняют автомобили, дерутся стенка на стенку. Причем как мальчики, так и девочки. Создают организованные преступные группировки, занимаются разбоями. И это далеко не полный список преступлений, которые совершают дети. Есть некоторое увеличение количества совершенных уголовных проявлений со стороны несовершеннолетних и малолетних преступников. Конечно, вы прекрасно понимаете, что меры уголовными наказаниями искоренить преступность несовершеннолетних невозможно. Для того, чтобы несовершеннолетние наши члены общества не совершали те или иные уголовные правонарушения, должно быть целый комплекс мероприятий – экономических, социальных, общественных и в том числе уголовно-правовых. Несомненно, принимая во внимание тезис о том, что все дети рождаются безгрешными, а портит их общество, ювенальную юстицию развивать в Казахстане нужно. Сегодня ювенальные суды функционируют во многих областях страны. Ранее дела несовершеннолетних рассматривались судами общей юрисдикции. Подростков судили жестко, без всяких скидок на нежный возраст. Дети должны знать, что уголовка – это не детские шалости. За преступления им придется отвечать по закону. Ответственность за содеянное преступление наступает с 18 лет, а за тяжкое – с 14 лет. Волжен Шайхмед, Ваниза Тоспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Нарушение общественного порядка карается уголовной ответственностью. Один из таких случаев произошел сегодня утром в 7 часов 45 минут. Под прицел камер наружного наблюдения попали пять молодых людей азиатской внешности. Вели они себя неадекватно. Разбивали фонари, справляли нужду в общественном месте, сломали банкомат. На замечания прохожих не реагировали. После задержания выяснилось, что все пятеро вандалов находились в состоянии алкогольного опьянения. Возраст задержанных – от 22 до 25 лет. Был направлен автобатру машины БДВП, где задержали и доставили Аббайское отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 часть 2. Данные граждане будут привлечены в ОПК. Сейчас введет следствие. Лишать водительских прав задолжников по алиментам предложили в Казахстане. Сейчас в республике имеется 213 тысяч решений о взыскании алиментов. Из них 14 тысяч вообще не погашается. При этом в своем запросе на имя премьер-министра депутата Сената Сири Кахлбай заявил, что эти должники имеют возможность полностью исполнить свои обязательства. Однако по разным причинам они не исполняются. Более того, должниками скрываются не только сведения о месте работы, но и о их доходах. Вместе с тем, национальным законодательством ужесточена уголовная ответственность. Предусмотрено временное ограничение на выезд физических лиц, являющихся должниками из страны. Однако имеющиеся механизмы его действия не полностью решают данный вопрос. Если рассматривать международный опыт в странах, находящихся в едином экономическом пространстве, то такой метод борьбы с должниками уже действует в Белоруссии с 2012 года. Их практика показала, что 41% наказанных почти сразу рассчитываются по долгам. Но в России данный законопроект находится на стадии обсуждения. По мнению сенатора, данная мера позволит решить вопрос воздействия на злостных неплательщиков алиментов и защитить прежде всего детей. Назрела необходимость рассмотреть вопрос о введении временного ограничения права на управление транспортным средством должника, не исполняющего установленным судом денежных обстоятельств, обязательств на срок, установленным судом до исполнения обязательств, но не более чем на один год. Исключением должно быть в случае управления транспортным средством необходимой связи с инвалидностью, либо в качестве единственного средства получения доходов. За первые три месяца 2015 года по результатам мониторинга продукции, лабораториями санитарно-эпидемиологической экспертизы исследовано более тысячи проб продукций. Из них выявлено несоответствующих требованиям 272, то есть треть. Основную долю несоответствующей продукции составила импортная продукция из России. Наши корреспонденты продолжат тему. За прошлый год на основании санэпид-мониторинга главный санврач Казахстана принял 9 постановлений о запрете ввоза и реализации мяса птицы, алкогольной продукции, сыров, шпрот, мясо охлажденной говядины, винограда, мясных консервов и детских игрушек. В этом году подобных постановлений пока не было, однако за март и первые числа апреля городское управление выписало предписание на несколько десятков видов товаров российского производства. Владелец именно данной пищевой продукции, он должен изъять именно эту продукцию или же по поручению уполномоченных органов мы выдаем предписание, чтобы они устранили данные нарушения, которые не соответствуют товару. В большинстве случаев управление по защите прав потребителей регистрируют незначительные нарушения. Маркировка не соответствует стандартам, отсутствует информация на государственном языке, неотчетливо увидны даты изготовления и срок годности. Из молочной продукции городское управление по защите прав потребителей забраковало био-йогурт-активия, молоко-домик в деревне, простоквашино, шадринское и молочные коктейли простоквашино и чудо. Вслед за ними пошла мясная продукция, несколько видов тушенки, гепар, паштета, гепар, колбасы и сосисок. Всего 20 наименований. Из птицы табу наложено на желудочки и печень цыплят-бройлеров. Ну и, разумеется, алкоголь не соблюдает техрегламент водка-талка, зеленая марка, дикий гусь, а также пиво пилснер и миллер. По Казахстану с начала марта в список нарушителей таможенного техрегламента вошли несколько наименований масложировой продукции из России, кондитерской, а также соки и энергетические напитки. На сегодняшний день утверждены 35 технических регламентов. Из них вступили в силу 31. Контроль за соблюдением требований к безопасности пищевой продукции будет осуществляться и дальше, пообещали в Управлении по защите прав потребителей. В соответствии с законодательством государств-членов таможенного союза. Антон Киселев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уральцы оштрафовали за продажу детских планшетов. В ходе мониторинга интернет-ресурсов прокуратур области установлено, что на сайте бесплатных объявлений OLX опубликовано объявление о реализации детских электронных игрушек, которые обучают детей чтению намаза. Планшеты предназначались для детей до трех лет. Их продавали по 3,5 тысячи тенге. Принцип работы планшета прост. После выбора языка английского или арабского нужно нажать на кнопку с рисунком религиозного обряда. После этого включается голосовое сообщение с описанием обряда. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий установлено лицо, занимающееся реализацией вышеуказанного предмета. Уполномоченным органом в сфере религии составлен административный протокол по пункту 3 части 1 статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. И судом назначено административное наказание в виде штрафа 50 месячных расчетных показателей. Пострадавшие на трассе Ахтубиурас граждане Узбекистана выехали на работу в город Москва 8 апреля примерно 18.00. За ними в центре адаптации для лиц без определенного места жительства, где их временно разместили, приехал автобус. Возвращаться на родину они не захотели и продолжили путь в Российскую Федерацию. Напомним, что из 64 пострадавших пассажиров четверо погибли на месте. Их тела были переданы приехавшим за ними представителям. Но сегодня 13 человек находятся на стационарном лечении с различными травмами в областной клинической больнице. По собственному волеизъянию 42 гражданина Узбекистана 8 апреля выехали на работу в Российскую Федерацию на прибывшем за ними автобусе. Все граждане Узбекистана были проверены на законность их пресечения государственной границы и пребывания на территории Республики Казахстан. В настоящее время проводится доследственная проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение. Мы продолжаем наш выпуск и вот что вы увидите далее. Автокредиты от 4 до 6 процентов. Продавцы не меньше покупателей ждут введения льгот на покупку авто. Сегодня в Уральске наградили пятиклассника Спашеву в прошлом году из ледяной воды тонущего ровесника. Западно-казахстанцы с нетерпением ждут начала льгот на покупку машин отечественного производства. Было заявлено, что уже в апреле банки начнут выдавать кредиты от 4 до 6 процентов. Эта мера должна оживить замерзший рынок продаж автомобилей. Подробности в нашем следующем сюжете. По данным Ассоциации автомобильного бизнеса, годовой объем выпуска легковых авто в стране превысил 37 тысяч единиц. Но вот продажи транспортных средств сократились на внутреннем рынке в два раза. Основная причина – ввоз более дешевых авто из России. Только с начала года из Российской Федерации было везено более 50 тысяч автомобилей. Остановить падение продаж признаны льготные кредитования на покупку авто отечественного производства. На эти цели государство выделит 15 миллиардов тенге. В первую очередь идет поддержка именно отечественных автопроизводителей. Так как та ситуация, я снова вернусь к тому, что она очень сильно повлияла на наших автодилеров и автопроизводителей. Здесь государство через кредитование физических лиц, оно по сути помогает, так скажем, нашим производителям. И тем самым еще дает возможность физическим лицам приобрести автокредиты по вполне приемлемым условиям. То есть это тоже, так скажем, очень хорошая поддержка социального государства. В автосалонах, где реализуются отечественные машины, отказались от комментариев. Но чувствуется, что дела пока идут неважно. Привлечь клиента не могут ни скидки, ни акции. Люди ждут начала выдачи льготных автокредитов. Или продолжают уповать на покупку автомобилей в России. Сейчас в основном с Россией берут. Это что там честно говорить. Российский рубль упал, я отсюда. Ну вот эта программа заинтересовала бы вас самого? Мне бы, например. Ну у меня есть, но все равно людей заинтересовало бы это. Это точно. Это малый, 4%, по-моему, да? Я газеты читал. Нормально. Считаю, что это нужно обязательно сделать. Людям помощь в приобретении этих машин. А вот что сейчас в России все ринулись? Ну, считаю, что это необоснованно. Нужно свой бизнес поднимать, свою экономику поднимать. Тогда будет здесь получше. Льготная ставка, по мнению специалистов, вдохнет свежий ветер в продаже казахстанского автопрома. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабрев, ТДК-42. В Западной Казахстанской области 22 тысячи детей получат вакцину от пневмококковой инфекции. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения. Эта инфекция является главным возбудителем таких болезней, как пневмония, менингит, атиты и суниситы. Стоимость одной дозы вакцины американского производства составляет 6 тысяч тенге. На приобретение вакцины бюджет выделил 264 миллиона тенге. Прививки будут производиться детям в возрасте 2, 4, 12 и 15 месяцев. Как отметили в управлении здравоохранения, в прошлом году 992 ребенка в регионе заболели пневмонией. 11 из них умерли. У нас по области проблемы, родители отказываются от прививок. У нас уже в этот случай зарегистрировано почти более 300 детей, которые отказываются от прививок. Мы тоже считаем, что на сегодня дети, родители могут отказываться от этой тоже вакцины. Потому что они от всех вакцины отказываются. В основном по религиозным причинам отказываются. Это оказалось эффективным, да? Да. В прошлом году было случай, 15 детей заболело, которые отказывались от прививок. Из них были осложнения, которые были пневмонией после краснухи, после других инфекций. Были такие случаи, тугоухс у детей развился, такие вот осложнения были. Тугоухс – это уже считается инвалидностью уже. Маленький человек с большим сердцем. Сегодня в первой школе наградили пятиклассника Мейрамбека Аубакирова. В декабре прошлого года он спас из ледяной воды тонущего ровесника. Награждение приурочили к началу акции «Патриот», которая началась за месяц до 70-летия Великой Победы. Учащиеся первой школы замерли на торжественной линейке. К ним в гости пришли ветераны Великой Отечественной войны и воины-афганцы. На груди прославленных земляков ордена и медали. Первой наградой в этой жизни достается и пятикласснику Мейрамбеку Аубакирову. Аубакиров Мейрамбек, учащийся первой школы, ученик пятого класса, несмотря на свой возраст, принялся спасать своего товарища. Он, применив соответствующее первое, то, что у него под рукой было, это ветка, большая ветка, которую он подал и спас своего товарища. И Департамент по учреждению ситуаций сегодня хотел бы наградить, отметить за то проявленное мужество именно этого маленького еще человека с большим сердцем. Пятеро друзей возвращались из секции бокса. Мальчишки решили опробовать неокрепший декабрьский лед. Внезапно Алихан провалился в воду. Если бы не Мейрамбек, который сразу же пришел на помощь, Алихан мог погибнуть. Я сначала тоже испугался, но вспомнил уроки, на которых нам рассказали, как помочь утопающим. В будущем я хочу стать профессиональным спортсменом. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям предложили мальчику после окончания школы поступать в высшие учебные заведения, обучающие спасателей. А в школе отметили, что это награждение стало достойным началом акции «Патриот». Начинается большая акция, посвященная этому большому событию вообще в жизни страны. Поэтому у нас запланированы очень такие мероприятия совместно с Альянсом, гражданским Альянсом, совместно с ветеранскими организациями, совместно с Департаментом обороны. И вот сегодня начало, берем старт, и дальше весь месяц у нас, согласно плану, такие объемные мероприятия, где будут принимать участие ветераны Отечественной войны, ветераны педагогического труда, неправительственные организации. Патриотизм не обязательно проявляется подвигами, но в случае непредвиденной ситуации нужно быть готовым повести себя смело и решительно. Как это сделал Мирамбек? Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабрев, ТДК-42. Медовая ярмарка, которая проходит в ДК «Зенит», продолжает радовать гостей и жителей города своей продукцией. Накануне сезона простудных заболеваний мед особенно актуален, ведь, как известно, этот продукт – лучшее профилактическое средство. На ярмарке российского меда Горного Алтая и Башкирии вы найдете порядка 50 видов сладкого золота. Подробнее в следующем сюжете. Мед – уникальный целебный продукт. Это знают едва ли не все посетители ярмарки. Но что именно вылечивает тот или иной вид, знают немногие. На помощь покупателям спешат опытные продавцы, настоящие знатоки и ценители меда. Качество предлагаемой продукции они гарантируют. Уважаемые жители и гости города, приглашаем вас на ярмарку башкирского и алтайского меда. У нас в продаже появился уникальный каштановый мед, который применяется как средство против заболевания дыхательной системы. Приходите, ждем вас. Купить мед – дело непростое. Именно поэтому каждый посетитель может сначала попробовать, а только потом сделать выбор в пользу той или иной продукции. После дегустации уральцы, не раздумывая, приобретают полезный продукт мед. У всех есть возможность впрок закупиться полезным и целебным лакомством. Часто прихожу, покупаю мед для себя, для больного мужа, а вот в подарок детям взяла. Потому что качество хорошее, цена нормальная. Помимо меда на ярмарке вы найдете не менее полезные продукты для лечения и профилактики различных заболеваний. Напомним, ярмарка проходит, как обычно, в фойе Деказенит. График работы с 10 утра до 7 вечера, без выходных и перерыва на обед. Спешите. Только с 10 по 12 апреля в магазине электроники и бытовой техники «Мечта» можно совершить покупку и при этом сэкономить на НДС. Приобретайте товар на 12% дешевле. В акции участвует вся бытовая техника, за исключением товаров, продающихся по специальной цене. Вряд ли найдется человек, которому бы было приятно платить налоги, совершая покупку. Но, тем не менее, их оплата является обязательной для всех. Налог приходится платить всем людям, независимо от того, что они приобрели. Представьте, сколько можно сэкономить на крупной покупке, к примеру, на телевизоре или холодильнике. Впрочем, убедиться в том, насколько выгодными могут быть покупки техники без НДС, вы можете в период действия новой акции. У нас проводится акция «Три в одном» от фирмы «Самсунг». Приобретая стиральную машинку, вы получаете скидку, купон на следующую установку и бесплатную установку на стиральную машинку. Все это проводимые акции вы можете приобрести в рассрочку. Не пропустите уникальную возможность купить технику без НДС, в выборе которой вам помогут опытные продавцы-консультанты. Мечта – идеальная сеть магазинов электроники и бытовой техники. Создана для полезных и приятных покупок. Здесь вы найдете все, что вам нужно – от мелких бытовых приборов до крупногабаритных. Спешите. Адрес магазина – Сыромодатова, 10, дробь 1. За дополнительной информацией обращаться по телефону 28-91-79. В Уральске стартовала ярмарка саженцев. 43 сорта яблонь, среди которых и колоновидные. 17 сортов вишни, 8 сортов груши, а также абрикосы, сливы, черешни, виноград, смородины и большой ассортимент декоративной флоры. Ярмарка проходит на территории гипермаркета Дина. Яблони, груши, абрикосы – практически все плодовые деревья были привезены из России. И за качество своего товара продавцы ручаются, ведь уже огромное количество уральских дачников приобрело саженцы. Жалоб не поступало. Вся продукция по-своему хорошего качества, морозоустойчивая, плодоношение очень хорошее, да и засухаям, болезням, они устойчивые. Я могу вашим рекомендовать людям, если кому захочется свои приусадебные участки, благоустроить, пожалуйста, приходите. А вот для дачников со стажем данная ярмарка – настоящая находка. Три года назад Евгений Попов не без опасений купил здесь саженец колоновидной яблони. И спустя время об этом не пожалел. На первый год вот эти саженцы, они сразу обрастают листьями, дают несколько, там, порядка пяти-семи яблок, а уже на второй год появляются две-три ветки. Я не хочу сказать, что я собирал уже отсюда ящики яблоки мешками, но ведь это здорово. Стоит просто веточка и вся усыпная яблоком. Продлится ярмарка до конца апреля. Саженцы можно купить на территории гипермаркета «Дина». Антон Киселёв, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Уральске стартовал республиканский слёт туристко-краеведческих отрядов. В нём примут участие представители 14 областей Казахстана. Сегодня, в день торжественного открытия турслёта, проходит чемпионат по экскурсионному ориентированию и скалолазанию. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Торжественное открытие турслёта состоялось на площади Победы. Ребята приняли участие в забеге, затем начался чемпионат по экскурсионному ориентированию. Здесь участники должны были провожить маршрут до площади Абая. Юные туристы прошли экскурсию по городу без сопровождения гида, ориентируясь лишь по карте. На каждой точке участникам предстояло справиться с дополнительными заданиями. Согласно программе, сегодня у нас экскурсионное ориентирование по проспекту Абая. Также параллельно идёт соревнование по скалолазанию на трудность и скорость. Завтра будет проходить защита краеведческих проектов Жасуль-Кетануши. Также в программе включены проведения соревнований по национальным и народным играм Асыки и Городки. Слёт экспедиционных отрядов проводится ежегодно. Подобные мероприятия помогают приобщить молодёжь к туристко-краеведческой деятельности. Каждый год место проведения слёта меняется. Так, в прошлом году ребята соседались в Шемкенте. В Уральске же турслёт проводят уже не впервые. И это не случайно. Почему мы проводим здесь? Потому что из 35 центров и станций туристов, 14 находятся в Западно-Казахстанской области. Это говорит об отношении местных исполнительных органов, об отношении граждан, которые проживают именно на этой территории. О том, сегодня мы знаем, что здесь уровень правонарушения и преступности намного ниже, чем в других регионах нашей страны, среди несовершеннолетних. И одним из таких вот винтиков, я бы так сказала, является как раз участие детей в туристко-краеведческих проектах. Соревнование по скалолазанию – один из самых ответственных этапов. Ведь этот вид спорта наиболее опасный. Необходимо не только удержаться на рельефе, но и как можно быстрее добраться до финишной точки. Как оказалось, скалолазание собирает большое количество ребят, многие из которых всерьёз увлекаются этим видом спорта. Возможно, среди них есть будущие альпинисты. Я приехала из Алматинской области, города Иссык. Я занимаюсь скалолазанием недавно, начала. Первый раз участвовала в школе, выиграла первое место, и меня взяли участвовать в Уральске. Мне нравится этот вид спорта, он очень увлекательный, интересный, мне нравится. Следующими этапами станут защита конкурсных исследовательских проектов, соревнования по народным играм и конкурсный этап фестиваля «Дружба народов». Торжественное закрытие слёта состоится 11 апреля. Победители наградят грамотами и подарками. Марина Горбукман, Рабик Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошёл к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...